Холода наступают, а сердце хочет тепла. Осень – самый непростой период для сердца и сосудов. Резкая смена погоды, переход на малоподвижный образ жизни и обострение хронических заболеваний. По наблюдениям медиков, именно в это время года случается всплеск инфарктов и инсультов. Причем речь не только о пожилых людях. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания сильно помолодели. Количество инфарктов у 40-летних растет с каждым годом. Пожилые люди, с учетом нашей ситуации, инфекционной и молодые в том числе, тоже в группе риска, особенно те, которые перенесли миокардит после коронавируса. Ряд здоровых пациентов, к сожалению, тоже имеет такие особенности, что на фоне ровного здоровья может возникнуть сердцебиение, тихикардия, дискомфорт за грудиной, одышка. Потому важно следить за сердечными показателями. Сделать это можно в рамках диспансеризации. Раз в три года для граждан до 40 лет, после 40 необходим ежегодный мониторинг. На амбулаторном этапе все пациенты могут проконтролировать состояние своего здоровья, промониторить следующие показатели. С помощью пульсоксиметра, который они могут приобрести самостоятельно, можно проконтролировать чистоту сердечных сокращений и содержание кислорода в вашей крови. Что касается полного спектра, разумеется, нам не обойтись без общего анализа крови с легоцитарной формулой, которая показывает наличие каких-либо воспалительных маркеров. Кроме этого, необходимо сдать биохимию. Но все эти показатели должен назначать сам терапевт после очной консультации. Укрепляйте сердце и промывайте сосуды с помощью калия, магния, витаминов группы В и Д, говорят врачи. Что касается диеты, то каких-то специальных продуктов нет. Но если налегать на зелень и нежирное мясо, при этом свести к минимуму соли, быстрые углеводы, сердце скажет вам спасибо. Светлана Кудрявцева, Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События.